Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заведующий хирургическим отделением номер 1 областной клинической больницы Олег Владимирович Зайцев. Олег Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Наверное, такой первый стандартный вопрос, который всегда задают. Почему вы решили стать врачом и именно хирургом? Врачом меня побудил стать мой отец. Хотя, как ни странно, у меня в роду не было врачей никогда. Но вот моему отцу казалось, что врач – это прекрасная, благородная специальность. И вот он меня убедил, он нашел слова, убедил меня. И я в конечном итоге решил поступать в медицинский институт. А почему вы дали предпочтение именно хирургии? Ну, это желание тоже пришло не сразу. И, в общем-то, стать хирургом я решил только к моменту окончания нашего вуза. С первых курсов мне казалось, что хирургия – это что-то запредельно сложное. Нужно обладать какими-то специальными качествами характера. И мне казалось, что их у меня нет. И к хирургии я как-то относился очень осторожно, как к чему-то, до чего я, наверное, не смог бы дорасти. Хотя, как бы время шло, я познакомился с замечательными людьми, которых могу сейчас считать своими учителями. Это Анатолий Леонович Гуща, Сергей Васильевич Тарасенко, мои преподаватели в медуниверситете, которые показали мне, что хирургия – это здорово. Привили мне любовь к хирургии, и я всё-таки решил стать хирургом. А, наверное, в хирургии есть какие-то хорошие стороны и, естественно, отрицательные стороны. Какие отрицательные стороны есть в такой работе? Конечно, в хирургии, как и в любом виде деятельности человека, есть периоды каких-то отрицательных моментов, положительных моментов, радости, разочарований. В хирургии самое сложное, наверное, – это общение с родственниками. Понимая, что ты несешь ответственность за жизнь человека, в тех случаях, когда что-то не получается, где-то ты что-то не смог сделать, не смог спасти человека, и донести это до родственников, объяснить им это, принять на себя часть этой боли, которую они испытывают, это, я считаю, одно из самых сложных в хирургии. Но еще из сложностей, с которыми приходится сталкиваться, каждый готов выносить какое-то суждение о деятельности врача, вот в таких условиях, конечно, работать достаточно сложно, сейчас интернет, книги все читают, стало модным делать скоропалительные выводы о том, виноват врач, не виноват врач, правильно он сделал, неправильно, причем иногда родственники пациента уже приходят с каким-то предвзятым мнением, что врач, он как бы априори не может сделать все хорошо, и в чем-то он обязательно виноват, и вот обсудить с ними эти проблемы, убедить их в том, что мы сделаем все возможное, что если это будет в наших силах, мы спасем их родственника, вот это иногда бывает очень сложно. К сожалению, в такой работе отрицательных отзывов, наверное, больше, чем положительных, потому что когда все идет хорошо, не всегда спешат благодарить врачей, а потому что все прошло хорошо, и так там и быть. А отрицательные отзывы – это, естественно, как негатив, он вываливается и на врача, и на его коллег, но все-таки какие-то положительные стороны есть в работе, может быть, о них расскажете? Вот хирургия – это одна из немногих специальностей, где есть практически все, что может быть интересным, как мне кажется. Там, знаете, там есть вот этот вот драйв, там есть эмоциональное напряжение от того, и там есть и огромная ответственность, там есть необходимость принимать очень серьезные решения. Есть необычайная радость и эмоциональный выброс такой, когда у тебя что-то получается, и ты можешь помочь пациенту, и буквально вот спасаешь его. Вот это, конечно, положительные стороны именно такой профессии, как хирургия. Мне кажется, редко в какой профессии есть такое вот редкое сочетание вот этих вот моментов. Относительно того, что больше отрицательных отзывов были положительных, ну, знаете, я, наверное, не совсем с вами соглашусь в том плане, что вот иногда так кажется, что ж такое, вот там родственники, может быть, не очень довольны, здесь вот какие-то замечания нам делают, может быть, иногда оправданы. А потом посмотришь где-нибудь отзывы, да, на сайте, там, о себе, о своих коллегах, о своей родной больнице и понимаешь, что все-таки подавляющее большинство пациентов довольны тем, как мы выполняем свою работу. Всегда было интересно, перед сложной операцией волнуется ли сам врач, или для него это какое-то рядовое событие? Конечно. Есть простые операции, рутинные, которые мы выполняем каждый день, выполняем по многу раз. Сейчас техника этих операций стандартизована, и, в общем-то, никакого особенного волнения, конечно, не испытываешь. Есть операции, большие, серьезные, сложные операции, где очень высока цена ошибки. Некоторые операции, которые ты выполняешь впервые. Вот такие операции, конечно, заставляют волноваться. Это за несколько недель до операции начинаешь отсматривать видео, соответствующее в интернете, начинаешь читать, готовить, скрупулезно в голове прокручиваешь. Этап за этапом, как ты будешь делать ту или иную манипуляцию в ходе операции. Иногда и ночь перед операцией не спишься, из головы не идет, как сделать это лучше, быстро и избежать осложнений. А когда она проходит, как-то этот груз ответственности, он сваливается? Конечно. Конечно. Испытываешь такой эмоциональный выброс огромный. Ты сделал сложную, большую, тяжелую операцию, которую, может быть, кроме тебя здесь и своих коллег бы никто бы не сделал. И действительно ты испытываешь какую-то эйфорию, радость от проделанной работы, от того, что ты смог это сделать, от того, что ты помог пациенту. Это действительно эмоции, ради которых и стоит работать в хирургии. Такой может быть необычный вопрос. А помните ли вы пациентам, которым помогли, которым спасли их жизнь или, наоборот, стараетесь абстрагироваться от них? Вы знаете, через руки хирурга проходит очень большое количество пациентов. Ну, если хирург, конечно, активно практикует. В наше отделение больше двух тысяч человек за год проходит. Конечно, всех пациентов помнить невозможно. И слава богу. И я думаю, что и пациенты тоже не помнят хирурга. Все прошло, все состояло, все хорошо, мы забыли друг о друге. И дай бог, чтобы мы не встретились снова. И не пришлось пациенту снова вспоминать хирурга, к которому нужно обращаться. Но есть, конечно, случаи совершенно уникальные, которые дались потерянными нервными клетками, эмоциональным каким-то перенапряжением. Вот таких пациентов, конечно, помнишь всех. Я помню пациентов, которых оперировал и в начале своей карьеры, это почти 20 лет назад. Я помню тех пациентов, которых оперировал недавно. Вот такие вот серьезные, сложные ситуации, из которых с достоинством удалось выйти. Всех этих пациентов я, конечно, помню. А не было случаев, когда к вам на улице или в транспорте, или где-то еще подходили люди, выражали благодарность, а вы пытались вспомнить, откуда он? Вы знаете, зрительная память, может быть, у меня такая. Я почему-то в лицо своих пациентов обычно узнаю, даже если я не помню фамилии. Может быть, о каких-то обстоятельств лечения пациента не помню. Но лицо, по крайней мере, знакомым кажется всегда. Ну, бывают курьезные случаи, у меня было недавно в одном из супермаркетов, пациентка меня окликнула, там, в большой очереди, в длинную, и начала задавать такие сугубо медицинские вопросы, касающиеся ее лечения, которое недавно было успешно завершено. Ну, немножко, конечно, меня смутило это, ну, мы там с ней побеседовали, обсудили все ее проблемы. А вот за все свои победы, за все удачные операции, какое достижение считаете самым главным своим? Трудно считать какое-то достижение самым главным. Ведь самое главное достижение, оно стоит на фундаменте вот этих вот мелких успехов, да, к которым и идешь. Не бывает достижений на пустом месте. Я бы не стал говорить о своем самом большом достижении, я просто скажу, что я считаю себя счастливым человеком. Меня окружает команда единомышленников, которые думают так же, как я, хотят того же, как я. Помогают мне, ну, я им, соответственно, помогаю. У меня есть возможности для личного развития, для того, чтобы развивать своих коллег, которые вместе со мной работают. И я думаю, что в этом смысле мне очень повезло. И вот, наверное, отвечая на ваш вопрос, что считать своим достижением, я, наверное, назвал, что самое мое большое достижение – это то, что у меня есть работоспособный коллектив. У нас, перед нами стоят грандиозные задачи, и у нас есть кураж и желание и умение эти задачи выполнить. Это, я считаю, таким вот достижением. А тогда такой вопрос, какая у вас мечта, профессиональная мечта? Профессиональная мечта, наверное, развиваться в хирургии. Ведь самое главное, наверное, для человека, когда он занимается своей работой, когда он погружен в свою работу, это возможность развиваться. Видеть какие-то перспективы впереди. Понимать, что не стоишь на месте. Что тебе можно сделать то-то, то-то и то-то. И конца края этому не видно. Олег Владимирович, хирургия за последнее время очень далеко продвинулась вперед. Как-то изменилось и ваше отделение? Меняется жизнь человека, меняется медицина, и, конечно, хирургия меняется тоже. Прошли новые технологии. Новые технологии оперирования. Новые технологии учета каких-то медицинских данных. Новые технологии в диагностике. Конечно, мы меняемся тоже. Когда я пришел в хирургии, допустим, такие приемы оперирования, как леопароскопия. Это когда операция выполняется через проколы, без разреза, под контролем видеокамеры. Об этом мы только что-то где-то слышали. Что где-то на Западе, частично у нас в России, начинают выполнять такие операции. Сейчас ни одно хирургическое отделение, стационар, практически невозможно себе представить без леопароскопической хирургии. У нас большая часть операций теперь в абдоминальной хирургии выполняется именно из леопароскопического доступа. И более того, все больше и больше спектр операций начинает выполняться из такого доступа. Те органы, которые считались раньше запретными для леопароскопической хирургии, считалось, что невозможно их оперировать леопароскопически. Мы сейчас успешно оперируем поджелудочные железа, желудок, печень. Все это теперь предмет леопароскопической хирургии. Олег Владимирович, а вы преподаете где-нибудь? Да, я преподаю в Рязанском медицинском университете. Я сотрудник кафедры госпитальной хирургии Рязанского медицинского университета и преподаю студентам 6 курса. Сложно ли работать с молодежью, рассказывать им обо всех трудностях, обо всех радостях профессии? Это чрезвычайно увлекательно. Рад тому, что у меня есть такая возможность преподавать. Во-первых, в какой-то степени преподавание – это возможность посмотреть на себя немножко со стороны. Вы знаете, такой вот парадокс, да? Когда ты что-то начинаешь объяснять своим молодым коллегам, это позволяет тебе взглянуть на проблему немножко с другой стороны, как-то ее переосмыслить. Это очень сильно помогает. А во-вторых, когда видишь молодых людей, заряженных энтузиазмом, желанием работать, больших умниц, ну как-то понимаешь, к самому приходит вдохновение, какие молодцы. Вот есть такое, знаете, я слышал такое мнение, что вот сейчас студенты стали хуже, да? Они хуже учатся, им ничего не надо, они как-то там в своих каких-то проблемах далеких от изучаемой сферы деятельности. Но я скажу, что это совершенно не так. Конечно, бывают студенты разные, как во все времена. Я учился, у нас тоже были студенты разного совершенно уровня, с разной мотивацией. Но я однозначно скажу, что студентов, умниц, рукастых студентов, что называется в плане будущих хирургов, очень много. И я в этом плане относительно спокоен за будущих врачей в Рязани. В самом начале нашей беседы вы сказали, что побудить врачом вас смог отец. Нашел определенные слова, а вы нашли какие-то определенные слова для своих учеников? Вы знаете, мне в этом плане немножко проще. У меня отец не был врачом, ему действительно надо было искать подходящие слова. А я сам работаю врачом, хирургом, и мне в каком-то плане проще тем, что я могу воздействовать личным примером. Личным примером показывать, что да, можно развиваться в хирургии, можно делать что-то новое, осваивать новые методики, быть лидером в какой-то определенной сфере медицинского знания. И студенты тянутся, они это видят, им это интересно. И немножко возвращаясь к отделению, все-таки и технологии идут вперед, а проблемы и заболевания практически остаются теми же. Вот какая-нибудь последняя инновационная, необычная операция какая была проведена? Ну, из того, что мы сделали последние несколько месяцев, наверное, можно привести пример. Была выполнена панкреатододональная резекция из лепароскопического доступа. Панкреатододональная резекция – это одна из самых сложных операций в абдоминальной хирургии. Ее и открытым-то способом довольно сложно выполнить, это должен быть довольно большой опыт хирурга. Мы ее выполнили из лепароскопического доступа, то есть через проколы под контролем видеокамеры. В стране, в России очень немного центров медицинских, где подобная операция выполнялась. И то, что мы ее сделали на базе Лизанской областной клинической больницы, нашей больницы, это, знаете, как маркер, своего рода маркер состояния уровня больницы. То есть уровень нашей больницы нам позволяет выполнять вот такие сложные, высокотехнологичные, очень серьезные вмешательства успешно. Олег Владимирович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, рассказали обо всех тонкостях, сложностях и радостях в вашей профессии. А на этом я с вами прощаюсь, хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин